всем добрый день вы на канале вязание тангелины озимок сегодня у нас разбор узора вязание шали по просьбе моей подписчицы в телеграм-канале там не много выходит роликов подпишитесь если вам удобнее смотреть там получается у нас вот такая шаль достаточно симпатичная просто вяжется интересно смотрится вот такие вот у нас пышные столбики слонемская пряжа из которой очень удобно вязать шали потому что точно очень хорошая 400 метров 100 грамм и у нас еще есть под споре схема схема это вообще красота когда она есть я всегда радуюсь что можно по схеме связать это очень удобно она еще большая если схема нужно делаем скриншот а можно просто сфотографировать на сотовый телефон и все можно распечатать можно смотреть и вязать по телефону что очень удобно начинаем вязание цифры 1 она здесь крупная раз два три 4 5 6 7 воздушных петель набираем столбик с накидом в самую первую петлю сфотографировали запомнили сделали скриншот и вяжем убираю чтобы не мешало было просто видео набираем 7 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 и столбик с одним накидом в самую первую петлю до ровно половинка шали раз два три воздушные петельки и в первую петлю столбик с одним накидом это у нас такой с вами первый ряд теперь набираем вот она у нас такая простенькая схема 4 воздушные петли 5 столбиков столбик по центру 5 столбиков и двойной столбик 4 воздушные петли 1 2 3 4 поворачиваем вязание за арочку 5 столбиков с одним накидом 1 2 3 4 5 за центральный столбик 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 и еще пять столбиков с одним накидом за арочку 1 2 3 4 5 и в третью воздушную петлю 1 2 3 столбик с двумя накидами 3 воздушные петли 4 1 2 3 воздушные петли и 1 петля это уже узор разворачиваемся теперь в каждый столбик вяжем столбик с одним накидом и воздушная петля между ними провязываем все наши столбики у нас их всего лишь 5 между ними воздушная петля и центральный столбик по центру вяжем точно так же неизменно он всегда вяжется одинаково столбик с одним накидом по центру также довязывая довязываем и в конце воздушная петля и в третью воздушную петельку от конца столбик с одним накидом провязали два ряда раппорт узора 3 3 ряд мы с вами вяжем смотрите пышные столбики это последний ряд узора и добавляем 3 воздушные петли для того чтобы в следующем ряду 5 столбиков мы делаем добавочку расширение 5 столбиков вначале в конце и по 5 по центру уже расширяется очень просто 1 2 3 и 1 2 3 всего 6 разворачиваем вязание в каждом столбике нам нужно провязать пышный столбик из 3 1 столбик незаконченные 2 и 3 между ними 2 воздушные петли задача простая вяжем пышные столбики между ними две воздушные петли перед центральным 3 воздушные петли перед центральным столбиком и в самом конце ты где воздушные петли вяжем пышные третий ряд последний теперь будет только повтор и расширение вначале центре и в конце наши пышные столбики поставил майкл на центр чтобы было понятно что это столбик бежда всегда одинаково столбик 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 центр 5 пышных столбиков провязали 3 воздушные петельки 1 2 ты сделали и в третью воздушную петлю столбик с одним накидом все как самом начале так самом конце красиво все 4 воздушные петли 1 2 3 4 разворачиваем вязание и теперь в арочку вяжем 5 столбиков с одним накидом это на самое начало 1 расширение 2 3 4 и 5 3 воздушные петли 1 2 3 пропускаем пышные столбики 2 штуки столбик без накида 1 2 3 1 пышный столбик 1 2 3 и вот у нас 2 мы дошли до арочки и вяжем 5 столбиков до вершины нашего нашей шали 2 3 4 5 столбик с одним накидом центральный и еще пять столбиков то есть повтор вот точно того что мы сейчас с вами связали вяжем на второй половинке шали вот такой у нас рядочек получился абсолютно такой же как сам начале 5 столбиков и последний столбик с одним накидом 1 2 3 4 воздушные петли разворачиваем вязание в каждый столбик мы вяжем столбик и воздушная петля между ними столбик с одним накидом 2 3 4 5 все ряды повторяются просто запомнить легко вязать 1 2 3 воздушные петли по центру находим нашу центральную арочку столбик без накида 1 2 3 воздушные петли и в каждый столбик по столбику с накидом воздушная петля такое вязание прям простое простое но шаль выглядит достаточно заманчиво интересно почему бы не связать ее сейчас уже нас на осень прохладное время года воздушная петля центральный столбик вот он нас и продолжаем вязание довязали еще один рядочек второй ряд узора у нас вяжем 3 1 2 3 помните на 3 воздушные петли это столбик и 1 2 3 это арочка в которой мы будем следующем ряду вязать новые красивые пышные столбики вяжем пышный столбик 1 2 3 все точно так же как мы с вами уже вязали две воздушные петельки узор неизменны повторяется из ряда в ряд 2 воздушные пышный столбик 1 2 . не тут запутаться 1 2 1 2 3 1 2 и последний до всего 5 вот как вяжется здесь покажу потом будет только повтор который я показывать не буду вот мы с вами узор связали у нас на предыдущем узоре узор шахматном порядке пышные столбики были которые мы с вами провязывали и у нас осталось вот здесь раз два три не провязанная арочка который будет соединять наши веерочки из пышных столбиков вот таким образом в следующем ряду мы начинаем пять столбиков в этом месте пять столбиков здесь пять столбиков в этой арочке и в последней то есть задача наша такая вот схема есть которую мы с вами хорошо разобрали провязали вот эти воздушные петельки 3 воздушные между пышными столбиками чтобы в следующем ряду начать новый ряд новый ряд мы начинаем по арочки теперь в новом месте и продолжаем по центру то есть вот настолько простой узор который только можно себе представить и очень красиво смотрится очень красиво смотрится все как по схеме я провязала несколько рядочков чтобы показать как получается если уже связать большим узором вот такая красота то есть по центру мы все время вяжем две при бабочки и между узорами вот у нас был один узор потом два три четыре пять и так далее дату пары до которой вам хочется связать шаль это будет или может быть это будет бактус обвязку можно сделать столбиками без накида я обычно так делаю а если вы хотите продолжение можно сделать кисточки а в основном вот такой несложный интересный красивый узор для шали бактуса который меня попросил разобрать моя подписчица узор есть схема есть желаю попробовать идея интересная огромное спасибо если досмотрели ролик до конца на самом деле это очень важно подписываемся на яндекс цен youtube против телеграм чтобы не терять видео мастер-классы и вяжем дальше до новых встреч